После вчерашнего приговора Навальному и всего этого очередного маски-шоу по всей Москве с закрытыми станциями, с штурмовиками из «Звездных войн» повсюду, у меня, как и у многих, какой-то случился немножко упадок сил. Когда совершенно непонятно, что делать в следующий момент. Хотя мы вроде бы все ожидали этого, и приговор ни для кого, наверное, не явился неожиданностью. Все мы знали, что он будет именно таким. И тем не менее. Знаете, так случилось, что я находился в центре в тот момент, когда прозвучал призыв штаба Навального. Я сидел в машине, и вот мимо меня прошли молодые люди, ну, по виду студенты. Большая группа, я не знаю, сколько там было, наверное, больше сотни людей. Они скандировали «Россия без Путина», «Жулики и воры 5 минут на сборы» и так далее. А после этого, буквально через 10 минут, их окружил ОМОН, и практически всех их взяли. Они получили дубинками, их побили. И я знаю многих моих коллег, которые скажут, ну вот, дураки, чего они туда поперлись. Они же знали, что они получат, они же знали, что их завинтят. А у меня другая мысль возникла. Эти ребята переживут это. Переживут. Но после этого они смогут по праву сказать, что это их страна, и что они боролись за свою страну, что они настоящие патриоты. И знаете, они отстояли и нашу честь тем, что вышли туда. Как бы глупо это ни звучало, как бы не был понятен результат, но то, что они не готовы отдать эту страну вот этим людям в черных латах, и вот этому варью и жилью. Я горжусь этими ребятами. Я горжусь теми, кто сейчас выходит из спецприемников, отсидев за 23-е. Я горжусь теми, кто будет еще выходить. Я горжусь теми, кто попадал туда. Я горжусь всеми, кто не боится высказываться. И поэтому сейчас я обращаюсь к нашим, к моим коллегам, к актерам, режиссерам, к работникам культуры и искусства. Каждый из нас, слова каждого из нас слышит очень большое количество людей. К нам прислушиваются. Наше мнение интересно миллионам. Это огромная ответственность. И поэтому мы должны переставать молчать. Я знаю, как много из вас сочувствует моим идеям, как много из вас сочувствует тому же Навальному, как много из вас хочет демократической свободной России. Я вижу, как много на аватарках моих друзей в Facebook восклицательных знаков, обозначающих поддержку Навального. Но почему-то все они молчат. Но если каждый из нас скажет, каждый из нас скажет, я думаю, мы будем жить в другой стране очень быстро. И до тех пор, пока каждый из нас молчит, все будет становиться хуже и хуже. Ребята, время молчать прошло, пора выбирать. Продолжение следует... Продолжение следует...